Здравствуйте! С вами Анна Спицы и вы на моем канале о вязании. Сегодня мы с вами рассмотрим, как закрыть резинку один на один на примере планки детского жакета ванильная роза. Вот так выглядит край изделия. Давайте посмотрим поближе. Вот таким образом выглядит край нашей планки. После того, как мы зафиксируем нашу нить, поправим ее, все петли поправим, выглядеть будет более ровно. Такой край выглядит практически как фабричный. Данное закрытие, оно не эластичное, то есть тугое. Видите? Вот у нас резинка пружинит, а край не пружинит. Вот, он уже зафиксирован. На моем канале есть видео, как закрывать такую резинку, но с эластичным краем. То есть у нас край вот этот выглядит практически так же, но он пружинит вместе с нашей резинкой. Вот так. А здесь он фиксированный. Вот такой вот фиксированный край идеален для планок. Когда вы не хотите, чтобы у планки растягивалась резинка, или, например, количество петель резинки вы набрали много, и при этом у вас начинает резинка трапециевидного так расширяться. Соответственно, для планки такое закрытие не подходит. Когда у нас резинка начинает вот так по краям расширяться. Это очень некрасиво смотрится. А вот такой край, мне кажется, очень даже красивый. И красиво выглядит, и не растягивается. Вот на этой планочке сейчас мы будем с вами закрывать. Вот так в расслабленном виде выглядят у нас петли. И вот смотрите, если мы положим вот эту же готовую планку, по-моему, она идеально подходит. Если вдруг вы слишком сильно стянули ниточку, я вам потом покажу, как это все выпрямить, и чтобы все было красиво, аккуратно и по размеру. Итак, давайте приступим с вами к закрытию петель. Для закрытия я буду использовать вот такую иглу специально для трикотажных нитей с широким ушком и относительно тупым кончиком иглы. Вот я закончила вязание, вот теперь у меня начинается ряд шивания резинки 1х1. И вот конец нити, который идет к лупку, нужно оставить приблизительно в 3 раза длиннее, чем, допустим, моя планка. Прежде чем закрывать резинку 1х1, нужно определиться, как лежат петли у вас и как лежат петли у меня на спице. Вот у меня первая петля я вязала обратными рядами. И первая петля у меня кромочная. Если петля не скрещенная, вот такая, она может на спице лежать либо смотреть влево, либо лежать вот так и смотреть вправо. Вот сейчас я вам покажу, как она смотрит вправо. А то мне неудобно. Вот так она лежит вправо. Мне удобнее закрывать таким способом петли, когда все петли смотрят влево. Поэтому я меняю положение петель, чтобы они смотрели влево. Вот у меня кромочная. Теперь она смотрит влево. Дальше у меня идет лицевая. Вот она. Эта лицевая смотрит вправо. Значит, я ее беру за заднюю стенку, перекидываю на другую спицу. Все, и она у меня смотрит тоже влево. Далее у меня идет изнаночная петля. Вот у меня изнаночная петля. И она смотрит влево. То есть я ее не трогаю. То есть не меняю положение на спице, но перекидываю на другую спицу. Потому что все петли я буду проверять. Меняю положение. Теперь она у меня смотрит влево. Изнаночная смотрит влево. Лицевая смотрит вправо. Меняю, чтобы все петли влево смотрели. Изнаночная уже смотрит влево. Лицевая смотрит вправо. Но я ее меняю, ее положение. Изнаночная опять. Вот смотрите, вот сейчас она повернут таким образом, что она не скрещена и смотрит влево. А вот если она у вас на спице лежит вот таким образом, то есть она смотрит сейчас вправо. Мне надо, чтобы была влево, как изначально было на этой спице. Далее лицевая поворачиваю влево, изнаночная уже смотрит влево. Опять правая поворачиваю, чтобы смотрела влево, изнаночная уже смотрит влево. И вот так я меняю положение до конца ряда. Вы определяете, чтобы все петли у вас смотрели влево, и лицевая, и изнаночная. И потом мы начнем с вами закрытие наших петель. Еще разочек, давайте последний покажу. Вот у меня лицевая, вот она на спице, и она смотрит у меня вправо. Вот, я меняю ее положение. Все, смотрит теперь влево. Изнаночная уже смотрит влево. Правую меняю, смотрит уже влево. Все, я думаю, тут все понятно. Не запутайтесь. Если у вас так же, как у меня, то получается, вы меняете только лицевую петлю положения. А изнаночная остается такой, как положено, смотрит влево. Если у вас не так, как у меня, значит делайте, чтобы у вас все петли смотрели влево. Все, я перекинула все петли на спицы, и теперь приступаем к закрытию петель. Здесь мы будем с вами соединять лицевую с лицевой, а изнаночную будем соединять, чтобы она на изнаночной стороне легла лицевой к лицевой. Как мы будем это делать? Так как я вязала обратными рядами, у меня есть первая кромочная. В первую кромочную я веду иглу слева направо. Вот так. И сразу ее сброшу. Подтяну узелок. Все. Далее, смотрите, мы сейчас будем соединять вот эту лицевую, вот с этой лицевой. Я вожу в лицевую и в лицевую, вот они, две лицевых, справа налево. Вынимаю ниточку. У меня уже, видите, накид. Убираем его. Все, затянула. Далее, скидываю первую лицевую. Потом у меня идет изнаночная. Вот, давайте я вам покажу. Вот она у нас изнаночная. В нее я буду вводить иголку наоборот. Слева направо. Вот так. Все. Далее можно скинуть обе вот эти петли. И изнаночная, и вторая лицевая. Ниточки подтягиваем. Все. Вот у меня была вторая лицевая. Видите, у нее петля затянулась. Я захватываю за вторую дужку, та, что у нас левая дужка петли. Так подцепляю. И вожу иголку во вторую лицевую. То есть мы представим, что она у нас на спице. Но мне уже удобно так. Я опять вожу справа налево во вторую лицевую петлю. Продеваю нить. И затем у меня идет изнаночная. В изнаночную я вожу наоборот. Слева направо. Обе петли сбрасываю. Нитку подтягиваю. Только не сильно затягиваем. Расправляем каждую петлю. Далее. Вот у нас последняя лицевая была. Вот она. Я беру за крайнюю левую дужку петли. Ввожу иглу. И ввожу сразу иглу во вторую лицевую. Опять же. Также двигаемся справа налево. Протягиваем. Теперь возвращаемся к нашей изнаночной петле. В изнаночную петлю я вожу наоборот. Слева направо туда. Все. Две петли сбрасываю. Сбросила. Подтянула. Вот такие у нас уже получаются петельки. Далее. Разыскиваем нашу последнюю лицевую. Вот она. Захватываю за крайнюю левую дужку. Ввожу в следующую лицевую. Протягиваю нить. И возвращаюсь к изнаночной петле. Ввожу в изнаночную уже слева направо. Две петли сбрасываю. И изнаночную, и лицевую. Подтягиваем. Вот такой край у нас получается. Опять разыскиваем последнюю лицевую. Вот она. Захватываю за крайнюю левую дужку. Сразу подцепляю вторую лицевую. Нить протягиваю. И возвращаюсь к изнаночной петле. Вот она. Вожу уже наоборот, с другой стороны иголку. Слева направо. Все. Две петли сбрасываю. Ниточку подтягиваю. Туго я ее вот так не затягиваю. А то видите, у нас вообще стянутый край будет. Можно, конечно, его распрямить. Но лучше сразу так не делать. Итак, находим последнюю лицевую. Вот она. Берем крайнюю левую дужку. Захватываем вторую лицевую. Протягиваем нить. Возвращаемся к изнаночной. Камеру мне плохо фокусирует. Почему-то. Сбрасываем обе петли. Подтягиваем аккуратно. Не туго, но и не слабо, чтобы было. Еще разок покажу. Последняя петля. Крайняя левая дужка. Захватываем вторую лицевую. Протягиваем нить. Возвращаемся к изнаночной. Вот она у нас. Вставляем иголку наоборот, слева направо. Протягиваем. Сбрасываем обе петли. Подтягиваем. Вот такой у нас получается фабричный край. Но при этом он у нас не эластичный, фиксированный. Резинка не растянется. Она у вас всегда будет вот такая зафиксированная. Изделие со временем тоже не растягивается с такой резинкой. Но вот такой край я, конечно, рекомендую, к примеру, для планок. То есть, если вы будете таким краем закрывать рукава, то это будет не очень комфортно. Для рукавов или низа изделий я рекомендую все-таки эластичный. Эластичное закрытие. Смотрите ссылку на эластичное закрытие, чтобы резинка выглядела вот так, как фабричный край. Под этим видео ссылочка будет. Проходите, смотрите. Все. Сложного здесь ничего нет. Вот такой получается край. По мне так очень красивый и практически идеальный для планок. Надеюсь, вам понравился мой вариант закрытия резинки один на один для планок. Если это так, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы YouTube вас оповестил о новых выпусках. И не забывайте, вязать это просто. С вами была Ана Спица. Увидимся в следующих выпусках.